Сегодня первый четверг месяца, июля начавшегося месяца, и как обычно первый третий четверг месяца передача Москва железнодорожная. У Московской железной дороги в пределах Москвы и Подмосковья. Ну и как обычно передача будет состоять из двух частей. В первой части новости о Московской железной дороге, касающейся Москвы и Подмосковья, на мой взгляд, наиболее важная. Ну и, соответственно, во второй части передача несколько слов еще о платформе Депо, на которой мы побывали, встречались в предыдущий выходной день. Значит, давайте перейдем к новостям. Ну и, наверное, самая, конечно, главная новость, вне сомнения, это, конечно, открытие новой железнодорожной платформы «Славянский бульвар», на которой мы также побывали вчера, 1 июля. И я ее, собственно, показывал, эту платформу. Ну, открылась она 29 июля, то есть в понедельник, в самом начале этой недели. Вот, и находится она между станциями Фили и Кунцево. Новая платформа, вот, между этими станциями. Кстати, перегон действительно был довольно большой между Фили и Кунцево. И эта платформа, она, в общем-то, в каком-то смысле напрашивалась. Ну и во многом ее построили из-за того, что рядом находится одноименная станция метро «Славянский бульвар». И, соответственно, для того, чтобы как-то соединить вот эту новую платформу и станцию метро. Ну, в рамках, опять же, вот МЦД-1. Это как раз платформа, она входит в состав центрального диаметра первого, вот, белорусско-савеловского. Ну и вот, чтобы, как бы сказать, было удобнее пересаживаться, вот, в принципе, так вот и сделали. Ну, вот, действительно, в этом плане довольно удачно. Ну, и мы видели платформу такая довольно широкая и довольно длинная, как обычно обложена на плиткой. Вот, состоит из двух платформ. Одна островная, другая боковая. Ну, и буквально по подседанному переходу я показывал. На эскалаторе причем, даже не по ступенькам, а на эскалаторе можно непосредственно, вот, буквально рядом со всем, перейти на метро. При этом даже не надо выходить на улицу, а можно прямо через подземный переход. Я все выходит через турнигеты, там турнигеты стоят. И дальше, вот я показывал, да, и дальше прямо сразу налево и буквально, не знаю, метров 50 совсем рядом. И вот метро, совсем, действительно, недалеко. Вот. Ну, и по названию Славянский бульвар тоже, конечно, есть некоторые вопросы. Ну, вот, мне писали, что можно было бы назвать ее Давыдково. Ну, действительно, может быть, было бы более правильно по названию местности, деревня, которая здесь находилась, еще подмосковная. И вошла в состав она Москвы в 1660 году. И именно по ней названа Давыдковская улица, которая находится неподалеку отсюда. Ну, как бы, можно сказать, было бы и так. Но Славянский бульвар, действительно, название неудачное. Ну, не очень, скажем так, удачное. Почему? Потому что сам Славянский бульвар, он находится, все-таки, метров примерно 300 от платформы. Вот, то есть, не рядом совсем, не рядом с платформой. Так же, как, собственно, и метро. Ну, дело в том, что почему такое название дали? Дело в том, что метро хотели построить действительно непосредственно с выхода на Славянский бульвар. То есть изначально оно проектировалось, чтобы оно выходило на Савянский бульвар. А он находится за Кутузовским проспектом и является фактически дублером Кутузовского проспекта на небольшом таком отрезке. Ну там от Кременчугской фактически, да, и там как раз Давыдковской улицы. Вот небольшой такой дублер. Ну такая маленькая улица, по сути, не какой-то не бульвар, ну просто обычная небольшая улица такая, как бы боковая. По сути, я говорю, по сути, небольшой такой дублер Кутузовского проспекта на небольшом отрезке. Ну, а потом выходы сделали немножко в другом месте, да, и, по сути, выходы сделали на Кутузовский проспект, ну, и Славянский бульвар, он остался чуть в стороне, к ним, конечно, естественно, можно пройти, через подземный переход там от метро, от этой платформы, но все-таки идти, ну, не так уж и мало, да, то есть, так вот, если даже быстрым шагом, то, наверное, придется потратить минут пять, но это, если уж очень сильно постараться, а так, наверное, так обычно минут десять, наверное, идти примерно, ну, все-таки не так уж и мало, вот, ну, ладно, это уж дело такое, назвали, так назвали, вот, ну, и кроме того, понятно, что название платформы привязали к станции метро Славянский бульвар, как сейчас это принято, да, чтобы одноименное было название, вот, переходных станций, ну, поэтому так вот и получилось, вот, ну, и я обращал тоже ваше внимание, да, на очень необычайно высокий навес, навес, причем, который объединил две платформы, то есть, не одну платформу, как обычно принято, да, то есть, над одной платформой навес, над другой платформой и там, и так далее, а аж вот две платформы, то есть, навес получился действительно очень такой, довольно длинный и, самое главное, очень широкий, вот, нам действительно объединяет, и он похож, я тоже обращал внимание, на навесы вокзальные, то есть, это больше похоже даже день, там, над Казанским вокзалом, там вот навес такие вот бывают, да, другие некоторые вокзалы, то есть, они достаточно такие протяженные, вот, прям, действительно, как такая большая крыша, вот, это так довольно необычно, Ну, эскалаторы тоже, в общем, конечно, довольно правильные и хорошее, так сказать, изобретение, но, скажем так, такая новинка во многом. Нет, ну, конечно, на многих статусах МЦК тоже есть эскалаторы, но то, что здесь сделали, это, конечно, правильно. Ну, лифты тоже есть, то есть это, в принципе, все понятно. Ну, и, кстати, вот Славянский бульвар теперь можно сесть на электричке до Усов. Ну, такая ветка Усовская, она достаточно, в принципе, тупиковая, да, мало кто ей пользуется, она как бы такая побочная, но вот я, в частности, ездил на раздоры, вот как раз вчера, первого числа, и вот надо было пользоваться этой веткой, а приехал на Кунцево, а отказ от Кунцево на Усово уже не останавливаются электрички, то есть либо от рабочего поселка, либо, соответственно, от Славянского бульвара. Еще от Филеи можно, а вот на Кунцевской там как-то так, ну, по новой системе, да, почему-то нельзя. Раньше, наоборот, многие электрички ездили не от вокзала от Белорусского, а от Кунцево до Усово, то есть вот, конечно, была Кунцево, а дальше до Усово. А теперь вот нельзя. Ну, вот, а Славянский бульвар теперь можно довольно удобно пересаживаться. Ну, хотя жалко, что и совершенно непонятно, почему отменили Усовские электрички, почему они не останавливаются теперь на Кунцевской, на станции Кунцево. Вот. Ну, это вот такое событие. Ну, и также еще открылась станция Сетунь после реконструкции. Ну, Сетунь-то она и была, она, в принципе, на своем месте, она, в принципе, осталась. Это платформа Сетунь. Ну, ее сейчас называют станцией, но фактически это никакая не станция, это платформа. Так же, как и Славянский бульвар. Вот. Ну, сейчас принято все называть станциями, но это, конечно, неправильно совершенно. Вот. Ну, она открылась после реконструкции. Реконструкция шла полтора года. Вот. Ну, и за это время был создан фактически такой небольшой транспортно-пересадочный узел. Вот. Хотя, по сути дела, ну, не столько все-таки узел, сколько просто такой надземный конкурс сделали, такой переход надземный. Вот. И объединили его с новыми платформами. Во-первых, сделали новые платформы полностью, да, то есть старые все уничтожили. Вот. Какое-то время были деревянные платформы, а потом уже сделали совершенно новые платформы. Ну, уже, опять же, все в плитке, с навесами, там, с фирменными, там, скамейками. Ну, как это все сейчас принято. Ну, и сделали вот этот такой большой конкурс, который объединил, соответственно, вот эти вот две платформы новые, да, и выходы, соответственно, на Барвихинскую улицу с одной стороны, и на улицу Горбунова с другой стороны. Так, к Вилсу, к институту легких сплавов. Вот. Ну, вот. И как бы вот этот надземный предприниматель. Причем переход не подземный, а надземный. И он, в принципе, как бы все это интегрировал, объединил вот все, и платформу, и железную дорогу, и улицу. Ну, опять же, как бы принципиально нового ничего особенно не появилось, да, вот. Вот. Хотя, конечно, ну, удобнее стало, да. Ну, просто, как бы, новый дизайн, да, новые, конечно, материалы, ну, и, как бы, действительно, стало несколько удобнее. Теперь следующая новость, это то, что сейчас строится новый транспортно-пересадочный узел. Вот это уже будет настоящий пересадочный узел, в отличие от Сетуни. Он будет называться, он Черкизово, и находиться он будет на МЦК, рядом с платформой Локомотив и Амурской улицы. И сейчас его строят, и построят его через год, примерно летом следующего 21-го года. И он объединит не только там вот платформы, допустим, и улицы, да, но он объединит еще и поезда дальнего следования, вот, еще и, так сказать, автобусы, надземный транспорт, потому что, может быть, даже междугородний, хотя, ну, вряд ли междугородний, может быть, даже все-таки и внутренние автобусы. Вот, вот, дальние поезда дальнего следования, опять же, вот, именно, так сказать, поезда МЦК, вот, от окружной дороги, вот, ну, и метро, метро Черкизовское. Ну, вот, все вместе, да, вот такой будет конгломерат, и все это объединится в одном таком вот транспортно-пересадочном узлу Черкиза. Ну, фактически он будет находиться, да, с там вестибюль, он будет, кстати, трехэтажный, будет находиться он на Амурской улице, недалеко от Щелковского шоссея и Большой Черкизовской улицы, вот, вначале Амурской. Сейчас там вообще идет строительство этого, вестибюля там, всех коммуникаций, сооружений и так далее, всей инфраструктуры, короче. Но соединяться он будет, опять же, наверное, через надземный конкурс, может, там что-то и подземное будет, как раз вот с платформы Локомотив и с окружным проездом и с метро Черкизовское. То есть вот такое будет, действительно, вот. И, кроме того, построить специальную платформу для поездов дальнего следования, которые будут приезжать из южных районов страны, вот, и там, ну, может, из южных республик, и там будет вот, чтобы как-то разгрузить Курский вокзал и вообще центр города, там будет происходить, можно сказать, высадка людей в Москву, и дальше они уже будут ехать, так сказать, не через вокзал, а, соответственно, вот через этот ТПУ, и дальше уже там, опять же, ехать по Москве уже на метро, там, на МЦК, ну, и так далее, другим путем. Вот, так что это пока там работы во всю идут, но тоже иметь в виду, что там тоже что-то такое большое совершается. Также был открыт недавно совсем новый железнодорожный мост через Москварику, в Филях, вот, между платформами Филей и Тестовская. Этот мост строился около двух лет, тоже, скажем, с прошлого года, вот. Вот, и этот мост, он, в принципе, просто пришел на замену уже старому мосту, который свой отслужил, ввиду того, что сейчас, ну, во-первых, уже срок службы, а потом сейчас очень сильно увеличился и запуск МЦД пассажиропотоки, вот, на вот этой вот белорусском направлении. Ну, и, соответственно, чтобы как-то вот мост не рухнул, да, и не было там больших разрушений каких-то и так далее, решили сделать вот новый мост, такое большое сооружение, более 300 метров, в принципе, ну, и длина арочного пролета более сотни метров. Новые фундаменты сделали, смонтировали металлические конструкции и так далее. Ну, и строили его фактически рядом с действующим мостом, да, то есть, чтобы движение не перерывать электричек, поездов и так далее. Ну, и вот, долго довольно строили, конечно, сложное было сооружение, и вот построили новый мост, и, собственно говоря, по нему уже пустили движение, второй главный путь в сторону Москвы. Ну, а, соответственно, тот мост, который уже своя отслужил, место, которое этот и построен как раз был, его в скором времени снесут. Вот, так что его не будет. Еще новость такая, что сейчас на платформе Долгопрудная, вот, соответственно, в одноименном городе Долгопрудной, Московской области, ну, недалеко от Москвы тоже, строится самый большой конкурс, то есть, надземный переход со всей инфраструктурой на МЦД-1. Вот, ну, и сейчас идет тоже монтаж металлических конструкций, высотой 16 метров будет этого конкурса, длина более 100 метров, очень длинный, конечно, вот. Ну, и, соответственно, почему такой длинный? Потому что сейчас там идет большое строительство жилых комплексов вокруг, и в Долгопрудном, и, так сказать, на севере Москвы, и так далее. Ну, и еще больше будут строить, пассажиропоток увеличится, также строили, как бы, с некоторым заделом таким, да, на будущее. То есть, не только вот все. По нынешним потребностям, может быть, сейчас и нет таких больших потребностей, но в будущем они, очевидно, возникнут. Ну, и тогда уже вот он пригодится, такой большой, длинный и широкий конкурс, и переход, и чтобы, как бы, люди там друг на друга не налезали. Ну, и, естественно, будут эскалаторы, легкие, понятно. Ну, и заодно, кстати, он будет еще и, так сказать, просто из одной части в Долгопрудном, в другую можно будет просто перейти. То есть, он будет выполнять не только железнодорожную функцию, но и функцию связи между районами города Долгопрудного. Вот. С одного района можно будет перейти в другой, даже минуя, в принципе, железнодорожные платформы и так далее. Ну, и там же идет, новые платформы строят, вместо существовавших до этого тоже обновляют их с навесами, опять же, с новой системой навигации, освещения и так далее. Ну, и всю эту платформу хотят, Долгопрудные, я имею в виду, хотят сдать уже в обновленном виде в конце этого года, 2020-го. Ну, и, кроме того, так сейчас идет реконструкция еще двух станций, вот на МЦД-1, это Баковка и Новодачная. Вот, то есть Баковка – это белорусское направление, Новодачная – это, ну, вот около Долгопрудного – это Савеловское направление. Вот так вот. Такие дела. Ну, и еще отмечу, чтобы не перегружать, такую новую, что сейчас, наверное, тоже знаете, что продолжается в рамках уже МЦД-2, это Курско-Рижский диаметр, да, Подольск-Нахабина, продолжаются там работы по расширению и, так сказать, замене всех коммуникаций, инженерных сетей, рельсов с обеих, да, на участке между Рижским вокзалом и Дмитровской, вот около платформы Каланчевская, вот, и Москва-Курская тоже. И там очень большие, действительно, грандиозные работы, сейчас там строятся, подводятся опоры под железнодорожный мост новый, около Комсомольской площади. Ну, и также идет реконструкция двух автомобильных мостов на старой и новой Басманных улицах, также пешеходного моста в Хомутовском тупике, вот, ну и также пролетов автомобильного моста по улице Казакова, там сейчас движение полностью перекрыто, вот, поскольку мост заново фактически строится, ну и также новые платформы Каланчевская строятся, вот, я имею в виду, сама платформа-то она может примерно там находиться, где и была, около Комсомольской площади, ну, а платформа, опять же, будет новая, то есть, со всеми, так сказать, новыми коммуникациями, новой разметкой, новыми материалами, плиткой, опять же, навеса будут, ну, все как обычно. Так что там и в этой связи, вот, постоянно ограничено движение электричек между, как раз, Москвой-Каланчевской и Курским вокзалом, то есть, электрички доезжают только до Курского вокзала, а дальше до Каланчевской уже не едут, вот, я имею в виду, вот этот Курско-Каланский диаметр, да, там от Подольска и так далее, то есть, только до Курска. Но это, в основном, происходит с утра, где-то примерно с 10 утра, и где-то до 2 часов дня примерно, ну, до часа, до 2 дня, но обычно где-то до 2, иногда чуть попозже. Ну, и, причем, в будни, выходные, и это продолжается уже довольно-таки давно, и будет продолжаться весь июль, по крайней мере, и, скорее всего, будет продолжаться и в августе, и, наверное, даже и еще дольше. То есть, там, действительно, работы довольно большие, и хотя идут они довольно активно, и все это, конечно, такими, можно сказать, стахановскими темпами, но при этом все равно объем работы слишком большой, чтобы сделать его действительно очень быстро. Конечно, на это нужно время. Ну, и что касается еще платформы Депо, вот я сделал фотографии некоторые, кстати, вы можете с ними ознакомиться, в моем мире, так что, пожалуйста, фотографии доступные, в общем-то, я никаких прав на них не предъявляю, ради бога. Если хотите, берите себе эти фотографии, если нужны, как-то пользуйтесь ими, ну, или просто смотрите, как угодно. В принципе, это, можно сказать, общенародное достояние, поэтому никаких вопросов. Ну, и, соответственно, вот эта платформа Депо, да, вот мы побывали там, я уже сказал, в принципе, вы все видели, я все показывал, рассказывал, слава богу, все записалось. Вот, качество, конечно, приношу извинения, как обычно, не очень хорошая камера, но тут уж, опять же, извините, какая есть. Вот, значит, ну, и понятно, что Депо была открыта, эта платформа, в 1929 году, то есть, ей уже более 90 лет, этой платформе, находится она между станцией Люблино и платформой Перьерова. Ну, я так понимаю, что интерес к этой платформе я увидел несколько ниже, к станции Люблино, которая была до этого. Ну, это вполне понятно, потому что, в принципе, Люблино, ее все знают, сейчас, на правду, Кубанской ее назвали зачем-то, ну, здесь тоже совершенно неудачное название, но уж как есть. Для нас, любителей Москвы, она, конечно, в общем-то, в сердце остается как именно, как Люблино и даже Люблино-дачное. Вот, ну, есть такая платформа Депо, просто она намного менее известна, конечно, чем станция Люблино, но она тоже, вот существует, конечно, пассажиропоток на ней не очень большой, ну, и самого названия, да и открыта она была, конечно, примерно на 50 лет позже, чем, даже почти на 60 лет позже, чем Люблино-дачное. Ну, и, собственно говоря, из самого названия понятно, что около этой платформы находится, собственно, Депо. Только Депо не пассажирское, а, прежде всего, грузовое Депо и локомотивное Депо. Ну, там как бы два Депо, одно локомотивное, старое Депо еще, там, где раньше отстаивались и ремонтировались, паровозы, еще тогда паровозы были, когда эту станцию открывали. Ну, потом тепловозы, ну, сейчас уже, можно сказать, электровозы, хотя тепловозы, чмезы там в основном тоже отстаиваются. Вот. Ну, собственно, вот оно, да, я вот тут выбрал фотографию, более-менее так, как-то это самое сейчас. Так. Не знаю, где-то я тут фотографию, ну, наверное, потерялась она. А, вот. Вот она, вот фотография. Ну, так она и так себе, конечно. Вот эти, видите, чмезы стоят, чмухи их еще называют, да, вот эти тепловозы. Ну, знаете, оно, в принципе, веерное Депо, еще начало 20-го века, то есть ему больше 100 лет, этому Депо. Оно еще старше, чем эта сама платформа. То есть, платформа открылась в 1929 году, а вот это Депо появился еще в 1909 году, то есть на 20 лет, раньше платформы. А почему так произошло? Потому что, собственно говоря, это Депо, оно было построено еще, так сказать, когда появилась вот эта грузовая станция, Люблино-сортировочная, который, в границах которой сейчас как раз и находится вот эта платформа Депо. То есть Депо появилось еще, еще когда была, можно сказать, грузовая станция, а потом уже появилась пассажирская платформа через 20 лет в рамках вот этой вот грузовой станции. Поэтому так и получилось. Ну и раньше изначально были здесь паровозы, но потом вот эти тепловозы в основном, видите, вот одни вот эти чмезы. Ну это, кстати, довольно старая фотография, я нашел, я не знаю, сколько ей лет, может лет 10, а может даже и 15, то есть довольно такая старенькая. Вот, поэтому сейчас не знаю, какая там ситуация, но чмезы там ездят, это там все есть. Ну и она такая, не очень может быть хорошая в плане, так сказать, какого-то вот представления, потому что она не показывает вот всего, оно такое круговое, ну, можно сказать, такое полукруговое, почти круг, но не до конца. Вот, ну а с моста мы и не увидели, потому что я уже говорил, когда там вот мы были, то я подчеркивал, что с моста не видно фактически этого депо, вот, оно как бы заслонено, оно чуть на удалении находится от моста, вот, оно же, мост от платформы идет, а платформа, она чуть на удалении от локомотивного депо находится. Вот, и там за этими вот, во-первых, чуть подальше, оно далеко довольно, и кроме того, там постоянно стоят вот эти составы грузовые, и вот это, еще плюс здание, вот так, за этими всякими зданиями, там составами, там это депо практически не видно, там оно чуть-чуть в глубине находится, станция. Вот, поэтому только вот такая картинка, ну, если хотите, в принципе, найдете, я думаю, это не проблема. ну, значит, и, да, да, вот, то есть она, фактически, эта станция, она открывалась для тех, кто работал в этом депо, то есть изначально, сейчас она, конечно, в каком-то смысле тоже для тех, кто работает в этом депо, тоже, но рядом настоящих железнодорожных станций, там кузнечный тупик проходит под мостом, вот, энергомеханический завод находится, тоже об этом говорил, мы как раз под ним проходили, там такой здоровый, как бы такая небольшая арочка идет, да, такая крыша, как бы, вот, и вот она, этот мост, он как бы разделяет две части завода, одна небольшая находится здесь, а другая большая часть находится по другую сторону моста, и вот мы как раз проходили вот под одним из помещений этого завода, энергомеханического, я тоже его показывал, там внизу вход как раз идет, вот, так что в каком-то смысле эта платформа, она сейчас обслуживает, в общем-то, работников железной дороги, которые здесь работают непосредственно около этой платформы, даже некоторые здания, они привязаны к этой платформе, то есть адрес имеет такой, платформа депо, там дом такой-то, на тупику привязаны, а некоторые вот к платформе депо, даже так, ну вот, ну и в том числе сейчас, конечно, она еще обслуживает жителей вот микрорайонов на улице Полмина, один выход идет, да, а второй выход идет на Егорьевскую улицу, там дальше проезд, ну, на них никто не живет, там нет жилых домов, вот, а дальше туда через Мариупольскую улицу можно пойти к Люблинской улице, вот там уже довольно много жилых домов, и некоторые люди, это вот соседи домов, они тоже ходят пешком через Мариупольскую, и автобусов там, правда, нету, поэтому только пешком, и они ходят вот как раз поэтому на мост, и через мост как раз на платформу депо, ну, не так много, поэтому пассажиропоток не очень большой, все-таки большинство предпочитает добираться на автобусах, идти сюда довольно далеко, неудобно, вот, ну, сейчас хотя вот еще МЦД когда запустили, то все-таки хоть электрические стали ходить довольно часто, а раньше ездили так довольно редко, ну, вот, так что открыто она была именно депо, то есть, ну, только оно не пассажирское, да, я уже сказал, а локомотивное, и еще есть вагоны ремонтные, там есть два депо, одно депо локомотивное, только вот для локомотив, вот это, которое я показывал, верно, там только одни вот эти чмезы в основном стоят, а второе вагоны ремонтные, там ремонтируют вагоны, ну, там всякие, и пассажирские, и грузовые, любые вагоны, ну, и, кстати, энергомеханический завод, он тоже особо ремонтом занимается, так что, видите, фактически два депо находятся, а пассажирское депо, где вот, собственно, отстаивается, ремонтируется уже непосредственно пассажирский состав, вот эти электрички, да, оно находится на платформе, около платформы Перьерова, следующей платформы, то есть не здесь на депо, а еще там есть Перьерова, это уже моторовагонное депо, и там уже ремонтируется во многом электрички. Ну, не все, конечно, частично. Ну, это не относится к Ласточкам, там, к Иволгам, нет, там такие не ремонтируются. А еще старые такие электрички, которые раньше были. R2R, вот это вот такая. Ну, вот такая платформа, турникетов, как видим, даже нет, поскольку пассажиропоток небольшой, очень длинный мост, больше 300 метров, как я уже говорил, второй по длине после того, который на Красном Балтиице находится. Ну, и вот мы смотрели, как раз, вот можно посмотреть картиночки, да, вот эти. Здесь много составов постоянно отстаиваются, формируются. Кстати, платформа находится между двумя сортировочными горками, южные и северные горки сортировочные, все это, конечно, сортировка составов, спуск по горке, да, формирование сопровождаются, конечно, такими довольно страшными, такими неприятными звуками, вот, ну, как на сортировочных станциях, ну, это все-таки любено сортировочно, да. Главное здесь, это не пассажирское движение, а главное здесь, это именно грузовые, отстой поездов и формирование и так далее. Вот, поэтому, конечно, жители от этого довольно сильно страдают, и хотя жилые дома, как мы видели, находятся все-таки на некотором расстоянии отсюда, примерно, по крайней мере, 300-400 метрах от платформы, но все-таки, особенно по улице Полбина, ну, жители, конечно, страдают, ну, и Любинская тоже страдает, ну, на соседних улицах, то есть они постоянно слушают вот это, и переговоры постоянно идут, там, и диспетчерская постоянно там, да, и вот эти составы, и гудки, ну, то есть это все, что свойственность железной дороги, все это, конечно, есть. Вот, ну что, посмотрим еще, ну, вот это как раз энергомеханический завод, мы здесь были, вот это как бы его двор такой, вот, вот эта башня, кстати, старая, тоже еще начало 20-го века, еще на сортировочной станции, не знаю, сейчас водоподъемная, но сейчас, наверное, она уже не используется, ему по назначению там что-то есть. Ну, вот это постоянная состава, видите, сколько путей, сколько составов, и это лишь только часть станции Люблина-Сортировочной, на самом деле, вот эту примыкающую к Егорьевской улице, а там дальше еще путей намного больше, то есть, наверное, раза в три больше, чем вот здесь показано. Вот, ну, это уже Егорьевская улица, ну, это как, наверное, офисное здание, вот, как раз выход, это вот Мариупольская улица идет туда, как раз к Люблинской, ну, а здесь вот параллельно железной дороги Егорьевская улица, там еще Егорьевский проезд проходит. Ну, Егорьевская улица, она ни чем не отличается от Егорьевского проезда, вообще ничем, то есть это фактически одно и то же, только просто... Ну, вот этот состав, видите, так вот, видите, тут гружённый щебнем, наверное, да, идёт формирование составов, потом они отправляются в разные регионы, ну, вот разные здания около железной дороги. Ну, вот идёт спуск на платформу, как раз, видите, да, платформа, как видим, одна, да, то есть, а платформа островная, и на одну сторону прибывает электрический, в сторону Москвы, на другую, соответственно, в сторону области. Так что здесь всё довольно легко. Вот, ну, всё так довольно, как видим, народа не так много, всё достаточно так тихо, спокойно. Здесь вот, кстати, будут строить юго-восточные города, я тоже показывал, да, вот, я показывал, когда были на Люблинской, на Кубанской, да, вот, там, значит, показывал, но здесь она тоже пройдёт, то есть она пройдёт вот именно, и около депо тоже пройдёт вот по этой территории, но здесь всё уже очищено фактически, да, вот. Такая длинная лестница с моста идёт, ну, мост тоже довольно высокий, всё-таки, чтобы мало ли какие-то были габаритные тоже вагоны, мало ли, что там могут нагрузить, чтобы, как и все, все могли под мостом проехать. Вот, кстати, тоже такая вот старая водонапорная башня, видите, ещё там была одна вот, около энергомеханического завода, красная, а эта вот, ну, она тоже была, скорее всего, красная, красно-кирпичная, красно-белая, ну, а теперь её просто покрасили в серый цвет, она просто покрашена. Изначально она была тоже, как и все эти башни, на московской железнодороге, они, в общем-то, были, в основном, красно-кирпичные с белым, с белым декором небольшим, таки. Вот, ну, сейчас такая она просто, как вот, наверное, не работает, не знаю, может, и не используют её никак. А тут выход, как раз к улице Полбина, как раз вот, куда мы выходили, вот здесь, это милиция, полиция, да, и прямо проходы буквально метров через 100, это улица Полбина, то есть совсем близко. Ну, а буквально немножко чуть-чуть пройти туда, глубину, ещё метров, наверное, 200, 150-200, и там шоссейная улица, то есть совсем рядом находится. Вот, так что всё тут рядышком. Ну, это районпечатники, соответственно, да, ну, это общежития, кстати, по-моему, от железной дороги раньше были. Сейчас не знаю, сейчас я, может, они даже вообще не принадлежат железной дороге, может, там, ну, общежитиями они остались, скорее всего. Ну, просто живут там, может, и мигранты живут, и просто люди, которые не имеют отношения к железной дороге. Ну, здесь вот как раз города пройдёт. Ну, вот видите, какой мост большой. Вот. И это ещё, кстати, не весь он вошёл, то есть там ещё туда идёт, вот за энергомеханический завод туда, и ещё туда немножко, то есть это вот, видите, какой большой длинный мост. Ну, вот это, собственно, вот эта башня. А может, она сейчас, кстати, используется как вот какая-то типа сотовой связи, как трансляционная вышка, что ли, что-то там, я смотрю, навтыкали каких-то вот этих. Ну, в общем, возможно, для усиления связи, может быть. Ну, вот, кстати, вот домик, говорят, в котором люди когда-то жили, то есть вот около станции ещё такой, как экзотика от старого, осталась от старого посёлка Печатника, который здесь находился, ещё подмосковного. Ещё здание ещё с подмосковных времён сохранилось старое. Ну, уже довольно долгое время последнее оно было фактически необитаемо, там, ну, и бездомные туда ходили, и всякая шпана там, и кого там только не было. То есть там такое место было неприятное, конечно. Ну, вот, такое полуразрушенное здание, ну, и, естественно, туда совались разные личности. Ну, и всё, я так понимаю, что его уже практически разрушили, ещё там чуть-чуть осталось, и всё, и поэтому место Хорда пройдёт юго-восточное. Ну, если, конечно, не отменят эту постройку, но я думаю, не отменят, потому что она уже устроится, и сейчас, как бы, какие бы там ни были протесты, но уже ничего не поможет. Понимаете, в чём, так сказать, в чём причина неудачи этих протестов? Дело даже не только в том, что власть не слушает народ, ну, это понятно, это всё понятно. Но дело не только в этом, а дело в том, что уже нет смысла протестовать, когда стройка началась. Понимаете, когда уже во всю везде строится, вот, когда уже всё, уже, так сказать, деньги выделено, когда всё уже строится во всех частях, как говорится, дело пошло, уже практически бесполезно. То есть, это надо протестовать, надо ещё на этапе проекта, вот, когда ещё идёт проектирование, да, этой магистрали, когда ещё идёт только лишь подготовительные какие-то работы, вот, так сказать, тому, к постройке, вот, ещё тогда можно отменить, да, тогда ещё имеет смысл о чём-то говорить. А когда уже начали строить, а тут, то есть, понимаете, уже фактически всё, и тут сваи забивает под мост, и тут говорит, нет, здесь там, допустим, какая-то радиоактивная там, допустим, отхода. Понятно, справедливо, но бесполезно, почему? Потому что уже всё, уже идёт всё, полным ходом идёт постройка. А как это можно всё, допустим, взять, отменить, и всё это, как говорится, вот, буквально, вот, остановить, и всё это. Ну, то есть, это можно, это можно, но это очень сложно, и для этого, конечно, требуется, ну, очень сильная воля, да, ну, то есть, это серьёзно. Это всё очень, это, я не знаю, да, есть такие вообще прецеденты, чтобы вот так вот, как говорится, уже фактически на полпути строили, а потом раз и, не знаю. Вот, поэтому, скорее всего, её всё-таки построят. Но это вот выход на Егорьевскую улицу, с другой стороны, там на Полбино, а здесь вот на Егорьевской. Вот она, Егорьевская, как раз проходит вот на всём протяжении этой железной дороги, туда она дальше идёт в сторону Курской улицы, и там фактически заканчивается. Ну, на, более, скажем, на Ставропольской улице она заканчивается, так вот, можно сказать. Вот, ну, там такие, в основном, при железнодорожные строения, но сейчас, в основном, всякие офисы, гаражи, там частично снесли, тоже на Егорьевской улице, как сейчас везде сносят. Ну, вот это вот Московский энергомеханический завод, это вот, в принципе, главный вход здесь находится, ну, и, типа, доска почёта там, как говорится, лучшие люди, и продукцию, которую выпускают, вот, разные, так сказать, энергооборудования для разных вот машин, механизмов. И так далее, разных областей. Да, это вот у нас тоже проход на платформы, а здесь проход на Кузнечный тупик, получается, да. Это выход, так. Ну, вот это выход, вот, обережная Егорьевская улица. Ну, вот видите, сколько там стоит цистерна, всякие полувагоны, вагоны, и всё, вот, всё, что касается железнодорожных. Ну, и так далее, да, ну, в общем. Да, вот этот энергомеханический завод, видите, сколько цехов тут, конечно, много. Большую территорию занимает, и там вот между корпусами проходит как раз Кузнечный тупик. Так, ну, фотографий много, так что, в принципе, наверное, особо на уже затягивать не буду. Остановимся на этом. Если хотите, заходите в мой мир, и там всё это можно посмотреть. И повнимательнее, да, и если захотите, можно что-то и себе взять. Вот. И так детально это всё проанализировать. Вот. А так уже в целом мы были. Ну, вот, наверное, всё, что хотелось бы сказать об этой, в принципе, такой, достаточно малоизвестной московских кругах платформе. В отличие от Люблино. Ну, при этом платформе, в принципе, тоже достаточно интересной, как мы видим, находящейся прямо вот, так сказать, можно сказать, почти в сердцевине станции Люблино-сортировочная. Много всего интересного можно посмотреть, в том числе старые объекты. Жалко не видно вот это веерное депо локомотивное, начало 20 века. Это, конечно, самый главный такой красивый объект, вот это ещё, которому больше 100 лет уже осталось. Около этой платформы, на этой станции Люблино-сортировочной. Ну, даже и без этого всё равно виды с моста очень красивые, так что ради этого, мне кажется, имеет смысл сюда приехать. Ну, в принципе, здесь больше особенно делать нечего, каких-то уж особых достопримечательностей здесь нету. Ну, понятно, грузовая станция, в общем-то, вокруг. Все эти вагоны, цистерны, всё такое, такой довольно индустриальный пейзаж. Хотя зимой вообще всё очень уныло, конечно, здесь. Ну, ещё всё-таки сейчас лето, и летом, конечно, всё более яркими красками играет. Но всё равно. Ну, вот эти вот, конечно, какие-то старые здания, вообще вот какие-то сооружения железнодорожные, процесс формирования, так сказать, вот именно поездов товарных, да, вот работа, в принципе, сортировочной горки. Ну, в принципе, это можно посмотреть здесь, и я думаю, что это, в принципе, самое главное, ради чего сюда стоит приехать, если, конечно, вы здесь не живёте, и нет какого-то интереса специального. Ну, вот, поэтому, ну, вот, как-то попытался вас заинтересовать. Если заинтересовались, то будем считать, что цель достигнута. Ну, а если нет, то, во всяком случае, какую-то полезную информацию, может быть, вы и получили от этой передачи. И это хорошо.